Жду вас, жду вас, друзья мои, на мега важную тему. Денежное мышление. Будем... Ага, вижу-вижу. Добрый день. Тема денежного мышления. Всем привет. Вижу-вижу. Так. Сейчас, да, минуточку, подождём ещё тех, кто... Подключается. Тех, кто ищет кнопку. Так. Немножко поздновато, возможно, да, но с другой стороны, пятница. Люди отдыхают. Поговорим про денежки. Постараюсь недолго, не весь час, который нам инстаграм позволяет болтать. Да, постараюсь покороче. Но так я говорю очень часто, а потом всё равно получается час. Так. Тема, да, давайте тему. Пишем тему. Значит... Мне дайте так вот. Денежное мышление. Мышление. Мифы. Просто вот так вот и напишем. Так. Мифы про денежное мышление. Сегодня вам немножко мифов по развею про денежное мышление. И, возможно, что... Возможно, вы поймёте, что вы и так счастливы, без денежек таких, каких вам требуется. Да, или вы вдруг поймёте, что можете, можете, как же вы до сих пор-то без денежек сидели. Или ещё вообще что-нибудь такое поймёте. Вот. Сейчас я себе свет включу. Нормальный. Чтобы вам у меня было видно хорошо. Так. Этот включаем. А этот выключаем. Так. Вот. Всё видно хорошо. Слышно, надеюсь, тоже хорошо. Да? Давайте что-то такое, какие-то знаки подайте. Что меня слышно? Самые простые знаки – это нажать на сердечки. Они здесь вот так у нас полетят, полетят, полетят. И я увижу, что я разговариваю не сама с собой. Что вы здесь? Что вы меня слышите? И мы начнём про денежки разговаривать. Ага, вижу, вижу. Спасибо. Так, вижу, да, вижу. Спасибо. Такие одинокие сердечки. Хорошо. Спасибо. Так. Меня зовут Ольга Сирота. Да, давайте пару слов. Вдруг вы меня не знаете. Я профессиональный психолог. Я не диванный гуру, не кухонный эксперт. И поэтому я опираюсь на науку, всё-таки опираюсь на психологию. И с этой точки зрения рассматриваю всяческие явления и события. И с этой же точки зрения будем сегодня про денежные, про денежное мышление говорить очень приятно. У меня тут в зрителях очень-очень знакомые люди. Итак, денежное мышление, мифы. Смотрите, вообще то, что, да-да-да, вижу, привет, то, что денежное мышление существует, да, это сам по себе уже миф. Это миф такой самый-самый громадный, огромаднейший, что денежное мышление существует. Нет, ещё более крутой миф про самооценку, да, что самооценку надо поднимать, что самооценку нужно изменять. А про денежное мышление, что его нужно прокачивать, то, что его нужно там как-то тоже изменять, чтобы денежки были. Вот, и на этой пси-попсе, да, потому что это именно пси-попса, можно уехать очень далеко, да. Собственно, здесь вполне понятно, что здесь большие-большие деньги, да, потому что через денежное мышление или самооценку вам можно продать всё, что угодно, любую какую-то книжку, совершенно пустую по смыслу, да, в которой одни лозунги, да, такой же курс вы можете получить, где встань и иди, полюби себя, отпусти ситуацию, да, вот, люди улыбаются, да, действительно так, да, вот, как, если хочешь идти, иди, и вот это вот всё и про денежки тоже, да, денежное мышление надо прокачивать, заваленные книгами, вот этим вот все вы знаете название этих книг, перекачивается туда-сюда, туда-сюда, семь привычек успешных людей, да, или там, я не знаю, богатый, папа, бедный, вы всё это читаете, поглощаете, да, вы ходите на эти курсы, у меня вопрос простой, да, если вы были, наверное, всё-таки были, да, я тоже была на курсах про деньги, но я была у девушки, которая без всякой, там, эзотерики преподает тему денег, да, именно с точки зрения финансовой грамотности, вот, если были на курсах, да, или, например, отзыва о курсах, что вы там читаете и слышите, я поняла, я поняла, что у меня не тот денежный мышление, я поняла, что мне нужно его прокачивать, спасибо, теперь мне стало, всё понятно, а ориентир только один, деньги появились, не появились, всё, до свидания, да, нет денег, значит, не прокачалось денежное мышление, потому что я поняла, это вообще ни о чём, все мы всё понимаем, да, только вот, как животное всё понимаю, только сказать не могу, вот, так что денежное мышление – это миф, что делать, как с этим дальше жить вообще, вот, если вы задумаетесь, попробуйте сформулировать ответ на этот вопрос, что такое вообще денежное мышление, вы можете выкладывать в чат, да, это будет очень хорошо, если вы будете общаться со мной, это будет прям прекрасно, у меня лучшая пятница будет, подумайте, да, в воздухе вроде бы витает вот это вот денежное мышление, что это такое, ну, что вот вы как сами это понимаете, как это денежное мышление, да, я вам пока сейчас, может быть, кто-то из вас, да, захочет поделиться, я вам пока набросаю, то, что люди обычно говорят, да, что это способ мыслить более масштабно, это возможность изменения вот в мышлении и изменения, значит, там, денег, да, выход из зоны комфорта или там выход на новый какой-то этап, то есть всё связанное с деньгами, ну, немножечко как так размыто, какие-то входы, выходы, да, какое-то что-то такое, всё нереальное, понимаете, это неуловимое, почему я говорю, что это мифы, все об этом говорят, изменений случается практически ни у кого, да, кто там что-то читает, размышляет, денежное мышление. Есть, смотрите, есть люди, да, которые, например, человек создал какой-то бизнес, у него есть серьёзный капитал, серьёзные там какие-то вложения, управляет он этим, да, есть такие люди, если что-то случается с бизнесом, да, человек разоряется, он создаёт новый бизнес, да, потому что это действительно его взаимоотношения с этим миром, да, он бизнесмен, он бизнесмен именно по природе своей, да, ну, и не только по природе, это ещё и опыт, то есть человек разоряется, он создаёт новый бизнес, да, это человек, люди бизнеса действительно, да, потому что было бы странно, если он создал бизнес, разорился, и всё, и всё, ну чё, ну, был бизнес, нету, нет, да, то есть это возможность уже людей, но, да, такие люди есть, да, даже вспомним американского президента, нынешнего, но, во-первых, это не так много людей, об этом ещё поговорим, об ошибке выжившего, да, а во-вторых, это совокупность слишком многих факторов, это среда, да, всё, что было там у него в семье, в школе, везде, это физиология, да, это даже темперамент, то, что даётся от природы, это скорость протекания психических процессов, к примеру, да, это опыт, личный опыт этого человека, да, или тот опыт, который он смог взять, да, переработать себе из опыта человечества, то есть такие, да, такие истории есть, но таких людей немного, да, и получается, что если вы прокачаете денежное мышление, да, то вы сможете так же, нет, так как мы сегодня развеиваем мифы, да, то я могу сказать, что вы, может, так и не сможете, да, скорее всего, и получается, если есть денежное мышление, его прокачал, и появились деньги, да, многие люди ещё тоже одна из тем популярных работа с весом, похудение, да, там всякие сушки, всякие марафоны по похудению, по очищению, то есть это тоже денежная тема, то есть если вы прокачиваете, как это, мышление относительно еды, да, то вы, значит, меняете своё пищевое поведение, или в отношениях, да, если сложности в отношениях, например, не можете создать отношения, или в текущих отношениях всё плохо, значит, если у вас есть как это отношенское мышление, да, то у вас, значит, тоже всё изменится, ну, ну, вот нет, нет, и смотрите, с одной стороны, мы с вами разбираемся с мифами их развеем но не для того чтобы вы поняли что жизнь боль и дальше ничего не случится нет только для того чтобы вы начали мыслить рационально вообще просто рационально когда вы понимаете плюсы минусы вы можете уже более реально относиться к жизни у вас другие эмоции по отношению по отношению к чему угодно да естественно другие эмоции другое поведение и тут вы можете менять уже что угодно так вопрос оля я сейчас прокачиваю сферу денег в жизни именно со стороны психологии в действительно как-то лучше стало и клиентов больше стало и перспективы появились предложения хорошие как это здорово смотрите дальше мы поговорим вообще да и о роли психологии и вообще в принципе не если прокачивать не какой-то отдельное мышление потому что его не существует так как раз мы дальше поговорим о том что когда вы работаете вообще в совокупности над своей жизнью дату естественно изменения случаются психологии это как раз та наука на который подтверждает что изменения возможны иначе было бы странно да то есть психолог как раз создан для того чтобы менять поэтому изменения возможны я хочу сказать что это не так примитивно да и не нужно вестись на вот эти лозунги прокачаем сам я не знаю 7 привычек денежных людей все у вас получится ну да понимаете насколько это примитивно хочется денег хочется больше зарабатывать далее там за получателю у кого что да но для этого придется опять же скучно и грустно работать а не дышать вдыхаю бедность вдыхаю богатство сейчас да так вот идем дальше да то есть может быть вот мышление не самом мышлении то есть может быть она финансовый не мышление финального денежного грамотность финансово вот это уже то что действительно можно что можно прорабатывать то или с чем собственно работать да именно с финансовый грамотность вот это вам даст уже такую опору потому что здесь меньше всякой эзотерики всякой медитации на денежки там или еще что для чего-нибудь да и опять же вам вот как раз придется те самые множество факторов изменять прорабатывать там улучшать исследовать на потому что как мы говорили если человек способен зарабатывать в принципе да то это следствие многих факторов и вам чтобы что-то изменить например свое финансовое положение до придется не денежное мышление прокачивать да а изменяться на всех на многих уровнях да так 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 да опять же относимся в то что относится к мифам как бы вы не прокачивали все что угодно дать ему денег тему отношений тему там на чего здоровья есть предел и это очень важно знать предел и опять же когда вы начинаете мыслить рационально когда у вас уже понятые и приняты некоторые моменты а дальше вам жить становится легче если вы это вот уловите да и вы поймете что изменения возможны но совершенно с другой стороны до него цветы вот примитивные эффективный но есть предел да и скорее всего вы возможно да возможно да но возможно нет вы не станете магнатом да то есть если у вас сегодня есть определенный уровень дохода совершенно разные у всех и совершенно разные у всех отношения к своему уровню дохода до человек может зарабатывать там 100 тугриков и считать себя просто несчастным бедным потому что ему на не на что не хватает человек может зарабатывать 10 тугриков и на все ему хватает а и ему от этого хорошо кто-то хочет выходить на какой-то новый уровень кто-то не хочет или просто не знает как или нет на эту энергию но предел есть до предел есть опять же вопреки вернее в противовес вот этим вот целься в луну и хотя бы попадешь в звезды да и желание должны быть такие что прям вот нереальные все это хорошо все это слова все это красиво на доске желания висит болтается до работает это немножко иначе да потому что как бы вы ни старались у вас есть предел на примере показываю она прочитает приходит медитации делал неделю каждый день ну здорово медитации это как один из способов я уже не раз об этом говорила и писала до медитации это один из способов как поддержание есть зарядка есть медитация до есть тени книг но это не способ решения проблем это поддерживающая такая практика на хорошая годная замечательная вот да и чтобы она меняла вам жизнь это нужно очень долго где-то там находиться где медитации является частью жизни просто так так вот предел до приходит человек говорит что ему такая проблема ему некомфортно в компаниях потому что он не знает о чем говорить да и может быть это вам тоже откликается то есть люди посторонние даже может быть знакомые но вот некомфорт не знаю чем говорить мне кажется моя тема неинтересно мне кажется моя тема там скучный я вот сижу значит там где-то уголочки не знаю как и в нет этого очень некомфортно плохо и вообще значит начинает мы с человеком работать работаем работаем да и человек как бы он вот это вот не прорабатывал он не сможет стать ну так скажем человеком томадой если люди же душа компании совершенно не задумываются там о чем говорить они всегда знают о чем говорить да и того и другого представителя вы можете ну как вспомнить да может быть это вы тот или иной либо тот который не знает о чем говорить либо тот о чем говорит со всеми всегда да опять же он вообще ничего никогда не прокачивал он такой родился уродился он такой да ему не надо ничего прокачивать даже иногда наоборот если вы думаете что у них все прям прекрасно они счастливы нет может быть обратная сторона здесь человек страдает да и говорит что я беру вот эту всю ответственность за компанию на себя мне бы помолчать а я не могу то есть человек в принципе не выдерживает ему сложно выдерживать вот это напряжение тишины и поэтому все время благурит благурит всех заводит а то есть это тоже не от большой радости бывает вот но я говорю уже по каких-то крайностях потому что иногда человеку комфортно тем более если он реализовал вот такой вот возможно так вот тот первый человек который стесняется который не знает о чем говорить как бы он чтобы не прорабатывал не сможет стать вот этим вот человеком тамадой который йо-хо-хо во всех компаниях он может такому поведению научиться но это будет очень энергозатратно затратно для него потому что это неестественное поведение опять же даже в силу к примеру физиологических причин просто потому что у него другой темперамент вот если мы понимаем опять же эти свои ограничения да у нас становится больше энергии мозгов на то чтобы двигаться в рамках этих ограничений максимально полезно и вот этот человек который мне не станет тамадой но он может поработать то свои вот эти вот там неудобства свои эмоции чувства по поводу того что вот он сидит свои долженствование по поводу того что он должен как-то себя иначе вести да то есть он может измениться но он не станет человек от водой в принципе да задача психологии изменять человека не под то как кажется он должен быть а помочь человеку изменять чтобы он было хорошо вот ему как хорошо так и отлично да тамада он сидит он в уголочке толстый тонкий богатый бедный если ему хорошо все цель человека достигнута вот и знать свои пределы по поводу денег это тоже хорошо это рационально это про мозг то это не про фантазии что бери больше беги дальше целься вот так вопрос а когда говорят уберем блоки убеждений на тему денег отработает ну если вам кто-то уберет он вам как их уберет то так как вот мы сегодня весь вечер об этом мы говорим да а вот этом вот мифе прокачать денежное мышление да и на этом вам можно продать все что угодно курс по преодолению блоков да или вообще вот это вот все само понятие мы дальше об этом саму понятие денежное мышление но и рационально уже блоки вы можете эти с этим естественно поработать но блоки они ведь не денежные вот так вот да в голове у нас лежат в виде купюры это паутина это паутина из тех самых множества факторов которые набор этих факторов у каждых у каждого человека свой почему у вас только денег они больше почему а столько денег они меньше почему вы все время в долгах или почему вы копите ничего не можете никуда деть этому причины да не в каких-то там примитивных блоков да это часть вашей личности отношения с финансами это вплетено вашу личность также как отношение с родителями отношение к политике до здоровья и все остальное против поэтому эти блоки вырубать не получится как бы не хотелось так еще так комментарии бегут я что вижу так 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 типа деньги это богатый воры да ну смотрите вот хороший вопрос сейчас то у меня его нету в плане но хороший вопрос смотрите это блоки да вот блок до ну типа богатый зло наворовали да и значит честным путем не заработаешь в чем дело вот эти вот блоки они уже как из ящика пандора они все вырвались уже и они витают вот в пространстве среди этих мифов и каждый человек уже к себе это примерял то что вот вас спроси вы считаете что богатый сволочь воры вы уже в уме вы скажете ну нет не считаю да или вы считаете что честным путем не заработаешь нужно только вот наркотиками торговать или проституцией заниматься вы такой скажете ну нет и честным пожалуй сколько угодно путем то есть это блоки слишком лежат на поверхности они уже не являются никакими блоками на самом деле да и но это в принципе полезные упражнения как одно из других выписать до выписать какие у вас есть блоки но то что лежит на уровне сознания но не является уже блоком а то что вы выпишите это вы уже в принципе понимаете что это не так до что богаты не воры да это первое второе в чем сложность тогда человек может прекрасно считать что все богатые сволочи при этом быть богатым человеком то то есть это уже например механизм проекции работы то я так богатый человек нормальный а вот вы все сволочи поэтому это пространство вариантов я про что и говорю психологии наша психика это слишком такой сложный сложно сочиненный механизм то чтобы так вот просто блок взял и убрал нет понимаете есть всегда четыре пространство четыре варианта они сейчас скажу дойдем так вот да то есть так просто они не поработать потому что они уже сейчас для вас и не блоки а как узнать свой денежный потолок ну смотрите опять же да вот эти вот денежный потолок там блок смотрите вот вы сколько зарабатываете вот ваш денежный потолок вы почему больше не зарабатываете вы зарабатываете там 100 тугриков где 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 101 тугрик где 200 тугриков почему нет вот ваш потолок здравствуйте если зарабатываете 200 вот ваш очередной потолок который можно считать ступенькой да это тоже все таки пси попсовые вот эти понятия да там потолок и все такое прочее потому что да ну это тоже бывает то есть случае может быть сейчас расскажу пример вы поймете что вы с этим встречались да где-то в окружении может с вами это было когда человек зарабатывать свои там 20 тугриков да он не делает ничего для того чтобы заработать 21 ну неважно по разным причинам да если вдруг случается что он зарабатывает 25 тугриков то вот эти вот пять лишних а чаще все все 25 он сливает да он их вдруг пропивает он их теряет тратит на какую-то фигню и у него их просто крадут да но это тоже это не так знаете примитивно вот это его денежный потолок это нормальные такие страхи потому что деньги они связаны со страхом со страхом изменений всего-навсего деньги это достижение это освоение новых территорий понятно что на это нужна энергия понятно что на это нужно действие который внутренний конфликт он всегда присутствует зачем на каком-то биологическом уровне либо ты сидишь и тебе достаточно хорошо до чтобы тебе выйти на там другую территорию чтобы ее освоить либо ты и освоишь любтя сожрут да и поэтому у нас вот этот механизм встроенный с которым мы постоянно боремся все современный человек цивилизованный да то есть он борется по сути со своим вот этим древным механизмом а механизм древний и поэтому с ним бороться тяжело вот просто понимание вот уже понимание того что это нормально все эти потолки да все эти выходы на новые уровни это нормально здесь придется брать вот этот страх с собой в чемоданчики идти вместе с ним вот так сейчас попью водички посмотрю что у меня по плану мы с вами я вам обещала вроде покороче да так вот мы с вами говорили об ограничениях но об ограничениях в хорошем смысле слова да то есть признайте свои ограничения вы не будете куда-то выбегать да из своих вот этих ограничений а сделайте это какой-то как раз зоной достижений да вы не сможете никогда заработать миллион долларов то вы можете это понять или полмиллиона долларов или даже может быть миллион рублей то хотя вот так вот эту планочку если вы сейчас себе прям подвигать я говорю а вы себе там двигайте что у вас там отзывается миллион долларов не заработаете никогда ну скорее всего нет и нормально то есть вы же от этого не впадаете в панику в депрессию потому что вы не заработаете там и лежит ваш какой-то вот этот вот уровень нормы предел полмиллиона заработаете долларов ну нет наверное да ну а сто тысяч долларов сколько там это у нас в рублях то давайте к рублям перейдем 10 миллионов заработаете вообще вот при в ближайшее время заработаете ну нет наверное или как или уже там чего опять заработаете да то есть у чего вас там шевелится вообще хотя бы гипотетически можете заработать а могли бы то то есть вот эти вот вопросы они уже просто меняют вашу вот эту вот точку и здесь не нужно убиваться медитировать заставляет себя расставлять там потолки расширять и целиться в звезды нет если мы сейчас вернемся да я вам покажу как мы вернемся просто к реальным деньгам без всякой вот этой вот такой абстракции а и вы сможете понять сколько вы можете заработать денег да есть такое понятие декомпозиция она работает гораздо лучше чем денежку на растущую луну закапывать под деревце вот так вот агаб ограничение это в хорошем смысле слова да также еще раз чтобы пример другой приведу чтобы было понятнее вот например такое понятие как кризис среднего возраста то есть человек достигаешь достигает там 40 плюс когда читает середину пути ну такой активной жизни на и в это время он решает множество задач ему важно на этом периоде решить множество задач чтобы дальше двигаться в следующий период своей жизни двигаться более эффективно деструктивные способы решения этих задач это когда человек там куда-то убегает с работы из брака там убегает или начинает там и запить еще что-то это деструктивно это разрушающие да а если он поработает например со своими планами целями вот там стукнул 40 плюс если вы по-прежнему собираетесь стать балериной то вы вот тащите эту мечту за собой с детства тащите тащите я немножко утрирую там про что было понятно то здесь вы в 40 не откажетесь от этой идеи тоже то это будет вот это вот псевдо мечта она будет отнимать у вас энергию силы и добавлять вам тоски что блин мне уже 41 а я опять не балерина то есть если вы откажетесь от того ты ты от этой мечты вам что я больше не в принципе я не стану балериной все уже поздняк хотя да есть истории есть целая такая группа возраст счастья где люди после 55 там совершать возможно возможно вы станете балериной но это случае маленький лучше понять свои мечты которые не реализуются а вот случай которые случаются да например вы знаете что вашей сфере люди могут зарабатывать много денег или вы знаете что балеринами становились там после 50 но это случай единичный это то что называется ошибка выжившего слышали будем говорить об ошибке выжившего давайте мне хотя бы какие-то лайки чтобы я тоже видела потому что человек пришел ушел постоянно меняется будем говорить дальше об ошибке выжившего давайте какую-то обратную связь меня пока попью водички и маленько помолчу несколько секунд да вижу вижу что вы живые мало конечно кто нажал вижу вижу да спасибо спасибо самые такие активные люди так спасибо так вот когда мы слышим истории что где-то что-то кто-то сделал да что он да спасибо 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 после 50 изменил свою жизнь заработал миллиард там сексиллионов и все такое прочее или там похудел улетел в космос еще что-то то эти истории это как раз ошибка выжившего это очень интересная тема если вы ее поймете если она вам отзовется это опять вам поможет рационально мыслить и рационально относиться к своей жизни своим планам целям мечтам деньгам в том числе ошибка выжившего как вообще этот термин возник в во время великой отечественной войны смысле второй мировой войны значит в американской базе пытались понять почему у них самолеты мне не долетают да то есть самолеты ну как дакс его умирали умирали летчики в полете то есть на базу возвращались там 10 самолетов улетела 3 вернулась 7 не вернулась не вернулись то есть нужно было максимально усилить защиту самолетов до чтобы такого не происходил чтобы как можно больше самолетов возвращались да не погибали в этих воздушных боях а так как во первых денег войну мало во вторых нельзя много навешивать например да на самолет лишнего железа потому что он будет терять свою это вот и боевую мощность и свои там вот эти вот способности то есть задача задача была максимально защитить вот эти вот самолеты боевые да но с минимальным там количеством железа да и по комиссии стали исследовать вот эти прилетевшие самолеты до самолет прилетел у него допустим три дыры на крыле три веры на другом крыле три дыры на в там хвосте я как девочки я говорю своими словами не очень знаю как это называется да но это все будет это понятно да то есть решили да значит на крыле 3 на втором крыле 3 и в хвосте 3 значит нужно эти места укрепить то залили их железом усилили так чтобы самолетики следующие значит сюда им не попадала хвостик тоже усилили и один из инженеров я к сожалению помню как его зовут но это легко найти соцсетях он сказал алё минуточку а что мы с вами такую делаем так мы с вами исследуем выживших вот эти выжившие самолеты и мы укрепляем те места до которые блины так помогли выжить понимаете то есть самолет вернулся на базу с прострельными крыльями с прострельным хвостом то а если мы это еще усилим зачем те которые не вернулись они были прострелены в других местах понимаете понимаете насколько это гениально и вообще уникально я вам сейчас скажу как это к своей жизни применить и это даст вам возможность мыслить здраво то есть мы да они исследовали долетевших выживших и они чуть-чуть не совершили огромную ошибку вот это называется психология системная ошибка выжившего а нужно исследовать тех которые не долетели если укреплять те места которые стали причиной гибели до когда стали исследовать не долетевший самолет и понятно что у них пробита там пузо или что они вот эти места нужно укреплять понимаете как это в жизни вот эти все истории то что я похудела со 100 килограмм на 50 я смогла похудеешь и ты я заработала миллион я смогла сможешь и ты да и любые истории я после 50 значит стала балерины сможешь и ты сама идея смогла я сможешь и ты это самая большая ложь это как раз есть ошибка выжившего то если мы берем женщину 120 килограмм на который рассказывает о том как она стала теперь весить 55 килограмм это здорово мы смотрим на нее и пытаемся делать то что она нам нужно понять что не нужно делать где те еще три миллиона женщин которые не похудели нам нужно исследовать их ошибки что они делали не так да почему они не похудели почему они не достигли своего максимума почему и на каком этапе они сдулись на каком этапе они пуху слетели там с программы леса сорвались или еще что-то понимаете нужно исследовать не тех я смогла сможешь это это ложь так же с деньгами смогла я дата особенно популярный тема в сетевом маркетинге маркетинге смогла я сможешь и ты во всех книгах семь привычек успешных людей не смотреть телевизор да вот если вставать рано правильно питаться еще чего чистить зубы еще остается написать совершенно не обязательно что именно эти семь привычек до используют богатые люди это как стив джобс сидят с белым гейтсом да есть такая картинка стив джобс и билл гейтс вот они сидят болтают да ну и там эти как бы разговор да спрашивают ты как разбогател я мусор вечером никогда не выкидывал да а я дома не свистел никогда понимаете да то есть это не так все примитивно вообще в теме денег но еще раз про ошибку выжившего да я желаю спасибо чтобы вам было понятно исследовать нужно тех у кого не получилось а потому что скорее всего вы сейчас среди них да если вы изучите их ошибки они ошибки то что делали те у кого получилось потому что их единицы вот это очень важно это в продолжение темы ограничений то если вы это поймете то есть смогла я сможешь и ты это ложь потому что по законам логики да по законам здравого смысла психологии философии чего угодно и здесь есть все четыре варианта смогла я сможешь а ты смогла я а ты не сможешь не смогла я а ты сможешь не смогла гайты тоже не сможешь понимаете никто никто не знает никто вам не гарантирует вот этих вот результат потому что эта ошибка выживших. Дальше идем, да. То есть во всем в теме прорабатывания темы денег, конечно же, помогает психология, потому что если это действительно психология, да, вы прорабатываете как раз те самые множество факторов, которые задействованы лично в вашем вот этим вот калейдоскопе отношения с деньгами, потому что деньги, это не просто про деньги, деньги это, например, энергия, это какая-то витальность, да, но энергия тоже понятие очень условное, вы можете быть очень здоровым, энергичным, бегать по утрам и нифига не зарабатывать, да, вы можете быть таким немощным, таким не очень активным и нормально варить головой, зарабатывать денег, поэтому это тоже условно, да, это скорее понятие такой энергии витальности, витальности это такое отношение к жизни, а это связано с потребностями, да, какие у вас есть потребности, из потребностей Из истинных потребностей рождаются желания, фантазии, мечты, мотивации в том числе. Если потребности вы не слышите или вы слышите не свои, а те, которые в инстаграме витают, то, конечно, ничего не получается. Поэтому тема не нова. Потребности и физиологии здесь тоже в том числе. Дальше. Деньги. Что это? Деньги – это про границы. Про границы системы. И здесь граница системы не в смысле государственной, а системы ваших взаимоотношений. Про границы в семье, про границы с вашими коллегами, с вашими друзьями, с кем угодно, даже с троллями в инстаграм под вашими постами. То есть возможность двигаться туда-сюда. Дальше. Без психологии вообще. То есть психологию прорабатывать, что еще делать? Я уже неоднократно сказала, что просто учиться с деньгами взаимодействовать. Не в смысле там понюхай денежку, да, закрой глаза, что ты представляешь. Не про это. Да, этим тоже можете заниматься там, медитировать и все такое прочее. Да, но деньги, они зарабатываются вот просто иначе. Да, деньги – это, в принципе, про реальность. Да, это не что-то абстрактное. Посмотрите на деньги, на карточку, да, там на свой счет. Деньги – это как раз про заземление. Это что-то реальное, реальное. Это не абстракция, не образ, не фантазия, которую нужно вдыхать-выдыхать. Да, деньги поймите, посчитайте, потому что как раз, да, человек может относиться очень так поверхностно или как-то, знаете, инфантильно к деньгам. Сколько у тебя денег? Я даже не знаю. Ой, я даже не знаю, сколько я потратила вообще. А сколько заработала? Ой, я тоже не знаю. И человек хочет пробить какой-то потолок. Какой потолок? Потому что вообще непонятно, чего у тебя с деньгами. Деньги – это деньги. Их просто зарабатывают, да. Чтобы зарабатывать, нужно грустно, грустно посчитать свои доходы, расходы, да. Здесь вот сейчас не реклама, а рекомендации среди всех. Я тоже пыталась искать, с кем можно на эту тему поработать, потому что мне тоже хочется выйти на какой-то другой уровень. Единственный, кто мне понравился и действительно дала какие-то, у меня получились какие-то там просветы, это Мила Колоколова, она есть в Инстаграм. Она себя называет, как первая блондинка-инвестор. То есть она очень достаточно хорошо разбирается в деньгах, у нее есть эти курсы. И она сама о себе говорит, да, что никакой мистики, фантастики, эзотерики, ничего. Она учила просто вообще считать, потому что никто не знает, какие у вас пассивы, активы, да. Например, информация о том, что для, ну как, для девочек, да, не то, что вам нужно погрузиться в финансы кому-то, это может быть действительно сложно. Но когда вы вообще не знаете, что у вас там, что вы зарабатываете, что вы тратите, это детское отношение к деньгам и очень сложно вообще что-то тут проработать. Без всякой психологии, без всякой эзотерики, просто деньги – это реальность, это то, как раз обо что заземляется, то, что не дает улетать вам в какие-то эзотерические облака и мечтания медитации. Вот, да, хорошо, вижу лайки, значит, отзывается, да. Так, и вот еще, что у нас, да. Вопрос просто вот к вам на сегодняшний, это может быть как раз в тему там потолков или еще чего-то. Вот вы пришли, тема денег, она, конечно, интересна. Я, кстати, предлагала две темы эфира, и большинством голосов была вот эта. Деньги, естественно, всем интересны, деньги – это важно, да. Ну, вот как вы вообще себя оцениваете? Опять же, четыре варианта, да. Вы на сегодняшний день, даже ответ на этот вопрос вам поможет немножко понять, да, где вы сейчас находитесь. Например, вы бедный человек, вы бедняк, да, прям вот вам, у вас очень плохо, у вас пустой холодильник, вам нечего есть, нечем кормить детей, там, животных. Животных у вас нет, потому что вообще вам нечем кормить. То есть вы бедный человек, вы бедняк прямо, вот, вы нищенствуете, да. Или вы человек, у которого есть деньги, но их очень мало. Опять же, да, понятие «очень мало», оно очень субъективное. Но вам и нужно субъективное. Так как я говорю, человек может зарабатывать 100 миллионов, ему мало, да, просто потому что он хочет больше. Ваше «мало» – это вот лично ваше, по вашим ощущениям. У вас есть деньги, но вам их очень мало. Да, то есть вы даже можете нащупать тогда свою следующую вот эту вот ступеньку, да. У вас нормально с деньгами, но вам хочется выйти на новый уровень. Опять же, нормально, даже вы пока сейчас вот себя примеряете, вот этот один из четырех, вы понимаете, что нет, вообще-то я не нищенствую и не бедняк. Да, потому что у меня животные есть, если я могу кормить животных, я уже не нищий. И, к примеру, да, я шучу, но понятно, да, или вы понимаете, что там деньги есть, но мало. Вы понимаете, что «да ничего у меня не мало, вообще-то нормально у меня». Ваше «нормально», как оно тоже, чем измеряется? Оно же измеряется чем-то, да, едой, путешествиями, одеждой, заботой, благотворительностью, чем-то разным, да. То есть третье «нормально, но хочу иное», да, то здесь вот тоже сложный такой период, потому что, когда нормально, да, потребности-то удовлетворены и нужен вообще непонятно, зачем выходить на новый уровень. Здесь как раз активно включаются вот эти вот биологические механизмы, древний вот этот механизм о том, что если ты попробуешь новый уровень, тебя могут сожрать. Вот, поэтому, когда хорошо, из-за этого очень сложно как раз выходить. Ну и четвертый уровень, что вы богатый человек, ну или там состоятельный, или у вас денег много, вот прям много. Это хорошо, да, вот можете во себе сказать, блин, у меня много денег вообще. То есть это вот такое состояние кайфа. Сколько бы у вас их не было, то есть для вас это много, потому что даже если у вас их много, есть уровень, для которых это просто смешно, да. Да, поищите свои собственные ощущения, кто вы, на каком уровне. Вот, и про иррациональность. Сейчас задам волшебный вопрос, тоже про, посмотрю. Так, да ладно, сейчас из 70 топ-моделей появились. Ну вот это про то, что появились модели, это не значит, что все 70-летние женщины чувствуют себя хорошо и могут стать моделями. Да, это, видимо, вы и раньше писали, чем я рассказала об ошибке выжившего. Так, будем, да-да-да, будем, что-нибудь уже сейчас не знаю, комментарий уже. И все же не очень приятно будет свои 40 ставить крест на своих мечтах. Типа, если ты 40 лузер, то вот и доживай свою унылую жизнь до пенсии. Ну вот видите, смотрите, этот комментарий вы можете записать, да, потому что в нем как раз и живут вот эти ваши личные ограничения. Да, я говорила о том, чтобы освободить энергию и силы для своей дальнейшей жизни, чтобы список своих мечт и желаний немножечко прорежеть, да, для того, чтобы дальше вы шли счастливые уже с теми мечтами, которые реально вам интересны. Вы в этом увидели что? Вы увидели, что все, 40, трындец. Вот мне, допустим, 48. Свои 40 меня тоже колбасило, да, я помню, мы как раз тогда объединились с моими подругами психоаналитиками тоже и создали тогда, такой у нас был курс по женскому кризису возраста. Да, и тогда все вот это мы изучали, исследовали, прорабатывали. Да, когда вы в 40 говорите себе, что вы уже не станете балериной, вы свободны от этой тяжелой мечты. А если вы продолжаете тащить на себе балерину, да, там я не знаю кого, и там маму шестерых детей, или там еще, как это, счастливая мама, счастливая жена, да, то вот у вас, вы не вывезете ничего, вы ни денег дальше не сможете заработать, ни каких-то реальных свершений, потому что вы боитесь отпустить, вы тащите за собой в прошлое. Я не говорила о том, что в 40 ты лузер, да, я говорила о том, чтобы взглянуть реально в свою жизнь и дальше быть свободным. Вот, подумайте об этом, потому что вы спрашиваете сегодня много, я рада, что вы в диалоге, спасибо, вы мне подбрасываете отличные идеи, чтобы я могла дальше более подробно рассказать. Ну, вот вы спрашиваете про ограничения, вот одно из них. Я говорила о том, чтобы быть свободным, а вы это услышали, как быть лузером, в этом все и дело. Так, 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 вопрос, все, пока кончилось, идем дальше. Значит, смотрите, иррациональность вообще, сама идея о том, что существует денежное мышление, да, его нужно менять, вообще эта идея сама по себе иррациональна, она нелогична, да, потому что мышление, оно в принципе мышление, вот что можно его как ранжировать, это рациональное мышление или иррациональное, то есть здравое, логичное, да, или то, которое подвержено там страхом каким-то, долженствованием, ожиданием, там, потолкам стеклянным и всему прочему. Да, иррациональное, в смысле оно нелогичное, да, мышление основа, которая сформировалась из неудачного опыта, вот, а рациональное то мышление, тот способ мышления, которому можно научиться. И рептотерапия, вот, в которой метод, в который работаю я, он прекрасно этому учит, да, это метод, в принципе, в котором вы обучаетесь и дальше сами идете с ним по жизни, да, то есть из вот этих иррациональных своей каши-малаши, где страхи, тревоги, ожидания, вина, обида, вы начинаете мыслить рационально. Так вот, да, сама идея денежного мышления, она иррациональна, потому что мышление, оно в принципе мышление просто, да, никакое не денежное, не, там, весовое. Так вот, смотрите, сейчас очень важный вопрос, запишите его себе, потом вечером поотвечаете, да. Я привожу пример, вот, смотрите, это не главный, конечно, но, как пример, среди прочего, как лечат, работают с аэрофобией, страхом летать, да. Понятно, что есть разные методики, да, и все такое прочее, но в рептотерапии, например, да, когда мы просто поворачиваем мышление человека, вот это вот тревожное, например, я спрашиваю человека, с чего ты взял вообще, да, что ты, то есть чего человек боится, что, ну, понятно, что я не просто налетаю на него ни с того, ни с сего, конечно, мы с этим работаем, да, то есть человек говорит, я боюсь летать, почему ты боишься летать, потому что это ужасно, я не могу контролировать полет, я завишу от пилота, я боюсь, что ты боишься, я боюсь умереть, умереть, я боюсь, то есть в основе, да, лежит вот этот страх умереть, когда я спрашиваю человека, с чего ты вообще взял, что ты не должен умереть, понимаете? Это если сразу оно сейчас не заходит, скорее всего, да, вы это просто себе возьмите, поразмышлять, потому что у нас время ограничено. То есть когда в голове человека поворачивается сознание, вот это вот, да, это не всё, конечно, это вопрос, я вам вырвала из контекста, мы с этим работаем дальше, но когда человек свободен от страха смерти, да, когда вам дальше раз, чего ты взял, что ты не должен умереть, да, то есть человек говорит, а чё? Как это, в смысле, я? Потому что, потому что чего? Потому что ты бессмертный, что ли? Да, то есть вот этот логический тупик, в который человек это прорабатывает свой страх. Когда он его проработал, он приходит к тому, что мне хотелось бы жить как можно дольше, и мне точно не хотелось бы умереть в этом самолёте, в этот день, нет, да, но действительно я не могу контролировать, да, мне придётся только как это, на волю Божью и на мастерство пилота, но у него нет вот этого жёсткого страха, я не должен умереть, потому что я бессмертный. Это я вам такой пример немножко из другой, из другой темы, чтобы вам было понятно, то есть в теме вообще денег, денег, берите ручки, запишите себе этот вопрос, да, я в конце ещё раз повторю, вот вопрос такой же простой, с чего вы взяли, что у вас может быть иное количество денег, да, вот что-то вы там прорабатываете, вы в себе финансовые какие-то строите планы, вешаете на доску желаний, да, делаете там, я не знаю, ещё вдыхаете, медитируете, там, считаете, с чего вообще вы взяли, что у вас должно быть другое количество денег, денег, вот, пока это оставляем, идём дальше, я вам ещё это повторю, это возьмёте себе в домашку, да, так вот, смотрите, что, что нам делать, что же делать, да, чтобы с деньгами-то, во-первых, курсы по финансовой грамотности, не по денежному мышлению, а по финансовым грамотности, идите лучше на курсы к финансистам, там, я не знаю, к бухгалтерам, да, к тем, к каким-то экономистам, или к тем, кто хорошо зарабатывает и показывает, как без вот этой вот мишуры смогла я, сможешь и ты, да, люди делятся финансовыми наработками, не эзотерическими, не мистическими никакими, а финансовыми, да, то есть просто идите на курсы по финансовой грамотности, научите, вообще поймите, что у вас с деньгами, второе, психология, конечно, идите, проходите психотерапию, да, или какие-то, может быть, но опять же, если вы будете выбирать курсы, чтобы там не было этого вот волшебного, да, потому что деньги, да, в психологии, что вы в любом случае будете прорабатывать, это вопрос границ, да, потому что границы туда-сюда просить, например, умеете ли вы просить, это тоже про деньги косвенно, можете ли вы просить, потому что есть люди, говорят, я никогда, я умру с голода, я копейки не попрошу, что такое там с вами внутри, да, внутри вот это вот базовое недоверие миру, да, который вас за эту копейку потом посадит на кол, да, то есть это же тоже что-то внутреннее, почему, да, или наоборот, ой, я всегда все про, ой, я получил все, не помню, что купила, на второй день, день денег нет, то есть опять, почему, что такое с тобой, что такое ты делаешь вот этим вот поведением, когда ты разбрасываешься этими деньгами, понимаете, то есть это вопрос границ брать-давать, да, и второй вопрос границ это умение, говорит, нет, конечно же, да, это во всем вашем окружении, потому что в системе, особенно в семейной, это может быть выгодно, да, когда вы в семье, вот вас как описать по отношению к деньгам, да, вы тот человек, которого всегда все поддерживают, который всегда у нас в долгах, а мы всегда его, любовь ему выражаем, да, в каждой семье есть такой долдом, да, он то в автомат все проиграл, то бизнес начал, разорился, а мы всей семьей поддерживаем его, потому что в нашей семейной системе есть вот этот вот сценарий, такого юродивого, которого нужно всегда спасать, да, вы даете возможность вас спасать, к примеру, это один из сценариев, их много именно в семейной системе, вот, то есть говорить нет тоже, и понять свои пределы, да, посмотреть, вы, опять же, это анализ, как вот этот про 40 лет мы говорили, да, проанализировать лишние свои мечты, так и тут понять, да, вот эти вот деньги, понять свои пределы, даже просто их продумывая, прописывая, что я никогда не заработаю миллион долларов, да, возможно, ну, скорее всего нет, то есть я понимаю, что для меня это нормально, не заработать миллион долларов, да, хотя, возможно, пройдет пять лет, я на какой-то ступеньке буду, тогда у меня будет 50 на 50 уже, например, да, может заработать, может нет, понимаете, то есть для каждого, для каждого, для каждого, это очень-очень индивидуально, это такой набор всяких компонентов, да, привет, так вот, да, так-так-так-так, то есть в этом вопросе, я вам сейчас еще раз повторю, и вы поотвечаете на него, в этом вопросе вообще вся, вот вся соль, вся, вся идея вашей жизни в плане денег, да, мы сегодня про деньги же говорим, отвечая на этот вопрос, возможно, вы и вот эти вот поймете свои ограничения в хорошем смысле слова, да, чтобы вы на ближайшие вот эти вот перспективы работали свои, да, что вы не растрачивались, потому что я могу заработать миллион долларов, смогла я, смогла это, и вот это вот вы занимаетесь каким-то, какой-то мастурбацией мысленной, что не помогает вам никак денег зарабатывать, да, если вы сузите это, да, вы заработаете, сколько вы зарабатываете сейчас, 100 тогриков, ваша задача заработать 250, да, потому что это логично, опять же, любой человек, какой-то экономист или какой-то там финансист, он вас этому может научить, на грамотный, не эзотерик, прости господи, а грамотный человек, который работает с деньгами, он вам скажет, что если ты зарабатываешь что-то, не можешь миллион заработать, тебе сначала 200 надо заработать, 250, вот эти вот шаги, это тоже все фигня и ложь, вот эти тренинги, которые появились там, я знаю, в 90-х годах, если ты хочешь изменения, купи себе лучший костюм, какой только можешь, да, и люди, я их видела, особенно это было, опять же, в сетевом маркетинге, я к нему нормально отношусь, но там косяков, конечно, много, да, молодой человек, он покупает этот костюм, видно, что это дешевый костюм, да, лучше купил бы там, я не знаю, какой-то свитер или еще что-то, джинсы, которые хоть не так выделяются, да, он понимает, что он его не носит, и что ему говорят, а теперь иди в салон автомобильный и сядь в самую дорогую машину и почувствуй вот эту кожу сидений, почувствуй руль, да, почувствуй, что ты обладаешь этой машиной, да это обредятина, понимаете, с точки зрения нормальной научной психологии, у мозга там просто шарики за ролики заходят, ты ему говоришь, я владельца этой машины, мозг говорит, чего, у нас жрать дома нечего, какой ты машины владелец, да, или я владелец, я владелец, мозг такой, ну ладно, ты владелец этой машины, да, все, я снимаю свою полномочию, как хочешь, так живи теперь с этой владельцей машины, да, эти дилеры автоцентров, да, они уже, господи, издалека видят вот этих вот чувачков, которые с тренингов идут посидеть в машине, подышать кожей, почувствовать себя, это не работа, потому что шаг слишком большой, человек не зарабатывает даже 10 тысяч, и он идет сидеть там, я не знаю, в Мерседесе последней модели, что-то там нюхать, нет, мозг понимает, нет, но вы тут уже не решаете, он просто обрубается все, потому что мозг говорит, я не буду в этом участвовать вообще, понимаете, то есть никакая мотивация вас никуда уже здесь не поднимет, потому что разрыв большой, просто, если вы зарабатываете 100 тугриков, просто идите и работаете, посчитайте, сколько вы тратите, куда у вас деньги улетают, да, как вам заработать эти деньги, идите заработайте 200, да, а есть еще хороший способ декомпозиции, он именно из финансовой грамотности, да, сколько вам нужно денег, да, ну тут, конечно, сначала вам нужно понять потребности там свои, зачем, да, вам нужно 100 тугриков, да, рада, что вам нравится, 100 тугриков, да, как вы, вы разбиваете эти 100 тугриков на то, чем вы можете заработать, если вы шьете кукол, да, ваша кукла стоит 1 тугрик, вам нужно нашить 100 кукол, да, это много, да, вы, пожалуй, можете организовать еще до кучи мастер-класс по пошиву кукол, если вы строите, делаете хорошо, и тогда вам нужно будет продать 50 кукол, а к ним еще, значит, там 3 мастер-класса по 20 тугриков, понимаете, и тогда вы видите откуда вас берется эти 100 тугриков если я зарабатываю 100 тугриков у меня один клиент стоит 10 тугриков значит мне нужно 10 клиентов а если хочу 200 мне нужно новых 10 клиентов по 10 тугриков значит я начинаю активно работать больше проводить прямых эфиров писать более интересные посты выкладывать свои дипломы да что то есть я знаю что мне делать чтобы меня появилось 10 новых клиентов вам нужно понять разбить вот эту сумму которая вам нужна на то что вы делаете да если вы там нельзя парикмахера то и вас стоит там 20 тугриков сколько вам людей нужно настричь то как это минимизировать том плане что не столько угол нашей да вот например организовать мастер-класс или еще что-то это прочищает мозги без всяких медитаций все на работу да и это хорошо вопрос напоминаю ручки дома прописанность домашняя задание уже наверно дома да то есть письменно ответьте это часть письменных практик с которым я тоже работаю и уверяю вас письменной практике творят чудеса ну скоро я буду писать у меня скоро кстати будет курс в феврале по письменным практикам так вот берете ручки прописывать это даст вам вообще возможность и расширить и понять ваше ограничение и принять вот это вот эту свободу да как в примере с аэрофобией аэрофобии с чего вы взяли что должны иметь больше денег вот с чего вот пишите расскажите мне да можете так и начинать ольга я думаю что у меня должно быть больше денег потому что и там интересно что у вас пойдет у каждого пойдет свое потому что потому что с чего опачки логический тупик но это хорошо потому что это позволяет вам прочищать мозги и сделайте себе декомпозицию все друзья мои конечно же 45 минут у меня не получилось как я хотел получился опять час все спасибо что вы были со мной в этот пятничный вечер спасибо за то что подарили мне свое время надеюсь было полезно эфир сохраняю песни практике классная также выручалась доучился ольга спасибо все друзья мои завершая чтобы эфир сохранился всем пока хороших выходных завершаем